здравствуйте на канале это он тв программа тема дня сегодня ввиду я михаил горин а с нами на связи украинский политолог вае вадим карасёв здравствуйте вадим на добрый день до события на донбассе где как известно кого с мужчинам так утверждают обе стороны и российская и украинская происходит сражение от которого во многим зависит исход всей войны она постепенно становится все более горячее если первые дни там шли такие позиционные перестрелки во всяком случае так все это оценивали военные обозреватели и комментаторы то сейчас все становится гораздо более сложнее причем судя по тем сообщениям которые я видел даже в украинской прессе россия наращивает свои наступательные действия как это ощущается внутри украины но действительно россия российские вооруженные силы наращивают свои наступательные действия вот в районе донбасса харьковской стык харьковской и донецкой областей запорожской областей донецкой областей но особого продвижения нет так уже две недели вроде бы вот это генеральное сражение которое анонсировали вроде идет так хотя никто его официально не объявлял но особого продвижения нет да говорится там каких-то полу котлах или возможных котлах но пока к этому не идет и украинская армия украинской вооруженные силы ведут активную оборону активная оборона она достаточно хорошо укреплена шелонирована и все-таки я бы так сказал пока наступление российских войск не захлебнулась она все-таки продание продвигаются медленно но продвигается но тем не менее мы выиграем время вот посмотрите что произошло за неделю после нашего предыдущего включения так и разговора произошло очень много интересных событий в международном контексте знаете это очень важно пока украинская армия сдерживает наступление российских войск на донбассе тем не менее очень важные сдвиги я даже сказал бы какой-то и стратегический перелом происходит в международном контексте в международной среде связаны с войной россии против украины ну давайте вот будем считать но первое визит блинкина и остина госсекретаря в сша министра обороны сша в киеве серьезная встреча была серьезно был разговор выслушали все пожелания украинского военно-политического руководства а оно там все было от президента и заканчивая главнокомандующим вооруженных сил украины генералом заложным в общем все наши озабоченности украинские озабоченности предложения просьбы относительно поставок тяжелого вооружения они выслушаны и но начинаются серьезные сдвиги я не говорю уже там о дипломатических нюансах о которых тоже я сейчас скажу вот это первое второй момент это очень важно и мне кажется очень перспективно с точки зрения и укрепления украинских вооруженных сил и в целом международном соотношении сил встреча министров обороны стран но анти путинской коалиции или про украинской коалиции в рамштайне да так где 40 министров обороны были и что важно там проблема не только не столько в том что будут ну усилены скажем так усилена военно техническая помощь украине а две вещи которые очень на которые важно обратить внимание я бы сказал даже три вещи во первых это встреча будет эти встречи будут регулярными каждый месяц это раз во вторых речь идет о том что в пк стран нато и других союзников запада или западных союзников украины начинает все больше и больше разворачиваться но в пользу украины на помощь украине это два и в третий момент очень важный речь идет о том что уже исчерпаны поставки вооружений или вооружение исчерпаны еще советского происхождения ну соответственно там калибры танки и так далее что ну в общем то было важным потому что но многие в украине украинские офицеры танкисты артиллеристы умели работать вот советскими калибрами еще так а потом посоветскими калибрами то сейчас уже речь идет о том что военная помощь будет идти уже не только за счет и не столько за счет от посоветских видов вооружений а уже собственного производства военно-промышленного комплекса стран запада это значит означает что и калибры артиллерийские калибры там гаубичные калибры там танкистки танковые калибры они все будут натовски а стало быть и украинские вооруженные силы и соответствующий персонал так офицеры и солдаты и сержанты тоже будут уже ну такая необходимость работать именно по натовским военным стандартам это очень важный сдвиг потому что много говорилось о том что вот украина будет членом нато она провозглашала курс на вступление нато но военно-технические другие стандарты не были далеки от натовских стандартов а теперь но в силу вот такого скажем так практической фактически жизненной необходимости этот тоже такой прорыв который еще и дальше и дальше будет способствовать сближению или соответствию украинских вооруженных сил техники вооружений натовским стандартам и теперь главное что ну теперь помощь она будет массе но увеличиваться мы знаем о новых ну финансирование но и со стороны соединенных штатов америки то еще очередные ну примерно 800 миллионов долларов мы знаем большой взрыв германии которая все таки решилась на поставку украине тяжелой тяжелой техники так тяжелых вооружений это танки леопард гаубицы ну не говоря уже других странах там британии которая вот давно уже начать приступила к поставкам украине и бтр-ов и самоходных артиллерийских орудий но и вот вчера по моему бен уоллес министр обороны британии сказала поставках очередной партии поставок противокорабельных ракет поскольку это важно чтобы украина не потеряла контроль над черным морем вот это важные мне кажется вещи плюс на дипломатическом уровне тоже идет дальнейшее ну скажем так дипломатическое наступление на россию очевидно вот заявление блинки на вчерашние так на слушаниях конгрессе о том что в сша рассматривается вопрос о о том чтобы признать россию страной спонсором терроризма об этом говорил или выдвигал такие предложения еще несколько недель назад президент зеленский тоже думаю это результат вот поездки блинкина и остина в украину канадский парламент фактически там уже заявил о том что вооруженное вторжение война россии против украины но несет или ну скажем так имеет признаки геноцида начались разговоры о том чтобы снизить роль россии совете безопасности оон австралия тоже кстати говоря вот тоже включилась такой более активную поддержку украины тяжелые ударные вооружения в общем история такая что пока украинская армия сдерживает наступление россии запад переходит и но страны нато и западные союзники целом украины переходит такое активное военно-дипломатическое я бы сказал и военно-техническое контр наступление но и не случайно и министр обороны сша остин и другие руководители британии снегных штатов америки говорят о том что задача сегодня ну переформулируется это а не только не допустить победы россии в войне но и сделать все чтобы измотать истощить военными военно-политическом и дипломатическом отношении российскую федерацию но и добиться ее по меньшей мере не только ну скажем так военно-дипломатического поражения по крайней мере так это читается так что об этом и с этим связано мне кажется и то что запад приступает такому длительному периоду истощения военного экономического энергетического истощения россии с этим наверное связано вот заявление листр раз министра иностранных дел соединенного королевства о том что он война может и затянуться на территории украины а может даже быть и и пять и десять лет и что еще очень важный момент который я обратил бы внимание на западе начали говорить о том что украина есть шансы не только выстоять не только сохранить территории не только победить но и освободить территории которые были заняты 14 году те которые территории сегодня оккупированы россии или называется там лндр и даже о крыме вот поэтому листр раз говорит что может быть война продлится там несколько лет даже пять лет прозвучала такая цифра так такой период но в общем не кажется вот за последнюю неделю вот это главное меньше стали говорить о переговорах а стамбуле причем на всех уровнях но были резкие сатем ряда и ответные заявления из москвы вчера прозвучали так но я вот смотрю что сейчас стратегия западных союзников наших союзников по борьбе вот она становится вот перепрофилируется становится более активной более наступательной во всех смыслах этого слова более жесткой и нацелена на то чтобы не только муском помочь украине выстоять но и затем подготовить условия возможности для контрнаступления хотя все таки и есть таким такое мнение что возможно об этом говорить пока рано возможно это пока и но скам так больше из области возможностей но тем не менее смены акцентов стратегии и украинской украинского военно-политического руководства и наших западных союзников можно наблюдать скажите пожалуйста в ответ на после того как стало известно массовом наращивании поставок вооружения в том числе наступательного и тяжелого украине выступил президент путин который вновь повторил тезу о том которая прозвучала еще в самом начале войны о том что если кто-то постарается вмешаться в происходящий конфликт и и это вмешательство может быть причинить вред российской федерации то это будет расценено как нападение на россию и получит очень какой выразился суровый адекватный ответ трудно говорить насколько это угроза реальна но на ваш взгляд как она может быть воплощена в чем это может выражаться но действительно вот вчера по моему да это прозвучало о том что в случае появления угрозы стратегического характера да вот так было сказано россия будут адекватно реагировать и ответ этот будет молниеносным быстрым решительными соответствующие решения на это уже как бы даны но в россии стратегический уровень угрозы то ядерная угроза там по моему так это проктуется так не просто военная стратегия или еще какая-нибудь это из серии или там из того что называется стратегическая стабильность да об этом уже было сказано путиным самом начале так войны в адрес западных союзников украины это раз во вторых вчера повторили но это свидетельствует о том что российское руководство понимает что но сложность что их загоняют в угол их ограничивают и идет широкомасштабное военно-дипломатическое наступление я бы таскал военно-дипломатическое не прямую а с контактами разного рода непрямыми способами и методами но что самое главное ведь прямого вовлечения прямого конфликта нато и россии нет в этом смысле запад действует достаточно грамотно аккуратно и не дает повода для того чтобы носком россии российское руководство или путин расценил расценил вот эту военную помощь как прямое вступление в прямую войну страна то с российской федерации то есть пока это предупреждение пока это предупреждение оно прозвучало вот уже второй раз правда я бы вот тоже носком так не недооценивал вот такого рода скажем так заявление и угрозы потому что действительно если они будут загнаны в угол все можно ожидать так и часто россию критиковали за то что у нее слабо исполняемость угроз она очень много угрожала но но никогда не приводила к исполнению эти угрозы вот когда кстати говоря весь 21 год говорили о том что путин блефует по отношению к украине что это не более скажем так примеры танковой дипломатии вот эти все перемещения войск скопление их у границ украины мне приходилось говорить что ну можно один раз блефовать вторую разблефовать но третий раз если блефовать то это все это перестанет восприниматься всерьез а вот чего не любят в россии это когда их но не воспринимают всерьез когда ими пренебрегают когда ну скажем так их крутизну недооценивают на на западе так что я бы ну отнесся к этому скажем так но и не просто как проходным словам что это может быть ну честно говоря не знаю связано ли это или точка обограничиться ли это угрозами но использования ядерного тактического оружия или что-то больше но там как-то намек был что у нас есть какое-то оружие которое ну с точки зрения там путина мы с вами не военные обозреватели не будем гадать но в этом случае вы считаете что подобным угрозам стоит относиться серьезно серьезно и во вторых я считаю что есть у российского руководства понимание того что буксует их так называемая операция что выполнение целей и так далее но пока пока не получается теперь нас рассчитывали наверное там ко дню победы вот какие-то военные успехи их не будет так что это уже скажем так какой-то и ну не жест отчаяния но какие-то уже слова с какими-то нотками отчаяния хотя еще не обреченности в этом тоже этом в этом высказывании можно расценить ясно скажите мне пожалуйста ваши ощущения тут трудно предполагать потому что ответы скорее всего по этому поводу надо искать в москве но может быть у вас есть вам понятна логика этих действий я имею ввиду происходящее в одессе одесса всегда считался таким ну не пророссийским городом но городом к то в котором симпатии относились к россии он вас это город был русскоговорящий преимущественно и так далее и и вдруг в раньше этого не было одессу начали обстреливать ракетами пожилым массивом попадали хотя россия утверждает что она обстреливать военные объекты но все мы видим что это за военные объекты погибли люди включая ребенка то есть понятно какое отношение может быть теперь у одесситов к тем кто бомбит их родной город зачем это россия это делает у вас есть но но ну рационального объяснения с военной точки зрения это бессмыслица какая-то да это бессмыслица ну и бессмыслица вообще но скажем так обстрелами взять такими николаев и одессу да они русскоговорящие города причем но я бы не сказал что тотально русскоговорящие там и украина есть большая и украинская но это не знали русскоговорящие не значит про российский знаете это могут быть и мы же видели вот на и в по харькову и по николаеву видим да потому же мариуполю дабы в одесса конечно тут тоже показательный города киев тоже в киеве тоже и русская речи много что русскоговорящие это и украинский патриотизм русскоговорящий украинский патриотизм или даже можно сказать русскоговорящий украинский национализм очень много вот и в том что в озове например полку там и русскоговорящих ребят так и воинов и солдат поэтому вот в этом и ошибка кстати говоря при планировании вот этой войны или операции как они говорят что они думали что если кто-то критикуют в украине власть и русскоговорящий значит он автоматически пророссийские и скажем и не является преданным и лояльным или верным украинскому украинской независимости украинскому государству вот отсюда и получается что если взять не могут одесса кстати говоря укреплена было принято очень своевременное правильное решение назначить туда или создать там военно-гражданскую администрацию назначить туда и руководителя нового военно-гражданской администрации укрепить ну и оборонительные линии так далее вот так что это тоже сыграло свою роль том что одесса осталась неприступной более того мне кажется вот это последние обстрелы не вызваны с потерей москвы фрегата или как он там называется так потому что крейсер москва крейсер москва жестокие я бы сказал и такой чувствительный со всех точек зрения и военной символической психологической удары по россии но что-то флагман черноморского флота и конечно когда на него что такое флагман на него завязана вся эскадра и поэтому конечно когда был уничтожен крейсер москва то и понятно наступление которое на одессу которое очевидно планировалось так она потеряла но по крайней мере на данном этапе потерялось какой-либо либо смысл вот поэтому начали больше обстреливать ракетами потому что с моря разойти не могут а вот конечно же когда идут обстрелы горят города обстрелы города так и причем не не всегда точно или точными ракетами то и конечно же жертвы среди мирного населения и такие трагические события или трагедии которые были в одессе вот как раз по моему день пасхального дня для православного пасхального дня и это конечно говорит о только подчеркивает вот как бы но вот это отчаяние отчаянное положение в котором сейчас оказалось вот российское военно-политическое руководство потому что планы после херсона николаев и одессу и взять в оккупацию или там завоевать все весь юг украины не удались потому что задача очевидно состояла в том чтобы отрезать украину от моря и прежде всего черного моря но по азовскому море у них получилось но силу там определенных обстоятельств так вот не буду сейчас на них там детально на эти обстоятельства указывать а вот что касается черного моря это более чувствительно потому что только черное море это уже это турция это и корабли нато это возможности для построения украиной полноценного черноморского флота а такая программа была принята в украине еще до войны построить флот до 2035 года современный скажем так такой компактные но достаточно эффективный черноморский флот в общем украина остается черноморской державой это и это очень важно для украины особенно с точки зрения перспектив ясно вадим большое спасибо что нашли для нас время за ваши комментарии всего вам доброго спасибо на этом все напомню что с нами на связи был политолог вадим карасев до свидания ясно